События вековой давности, положившие конец старой России и начало новому государству, сегодня вновь в центре внимания. Учёные, политики, люди, интересующиеся историей, пытаются понять, что двигало нашими предками, как они воспринимали происходящее и какие идеи исповедовали. Мы продолжаем рассказ о тех, кто стоял у истоков Чувашского национального движения. За сто лет чьи-то имена изглазились из памяти, чьи-то потеряли свой блеск и величие. Но все они заслуживают, чтобы их оценили по достоинству. Вот если даже спросить, скажем, у жителей Чебоксаров, республики, кого вы можете назвать из революционных деятелей Чуваши, с большой долей уверенности, можно сказать, назовут Альменин, назовут Грасис, назовут Кадыкова, тем более в их честь названа улица. Но вот, к сожалению, так получилось, что у нас в тени оказались выдающиеся фигуры, которые сыграли ключевую роль в истории революционного движения Чуваши после октябрьский период в создании или, скажем, в подготовке условий для создания Чувашской автономии. Вот одной из таких фигур является Александр Дмитриевич Краснов. С моей точки зрения, личность недооцененная, хотя, конечно, историки ее достаточно хорошо знают, но широкая общественность, конечно, мало знает об этой личности. Поэтому, с учетом того, что у нас юбилейная дата в этом году, сто лет февральской, октябрьской революции, поэтому, я думаю, настало время, чтобы воздать должное определенному кругу людей, который оказался за пределами интереса историков и широкого общественного признания. Александр Дмитриевич Краснов, с моей точки зрения, он сыграл ключевую роль, во-первых, в развитии Чувашско-национального движения после февраля, во-вторых, в установлении советской власти, и, в-третьих, в подготовке условий для создания Чувашской автономии. Сам Краснов был уроженцем Чуваши, родился в Янтиковском районе современном, это деревня Иваново, в далиционный период был Цивильский уезд. В обычной крестьянской семье отец был его кузнец. Когда ему было 15 лет, он поступил в Симбирскую Чувашскую учительскую школу. Мы знаем, что это был инкубатор, в котором, скажем так, вызревало, создавалась Чувашская национальная интеллигенция практически все первые государственные деятели советской власти, основоположники Чувашского театрального искусства, кинематографа, потом, скажем, музыки Павлов, Максимов Кошинский, ну, буквально два имени назовем, все они выходцы из этой школы. Вот, поэтому Краснов поступил в эту школу, но ему пришлось недолго учиться. Уже, вероятно, тогда проявился его общественный темперамент. В 1906 году, вот, когда Россия переживала бурные времена, он участвовал в студенческой забастовке, в ученической забастовке против Якулева. Мы знаем, что Якулев при всех его выдающихся заслугах в плане образования Чувашского народа, вместе с тем он был человек своего времени, консервативных взглядов, представитель все-таки, скажем так, чиновничьего аппарата в образовании. Якулев не терпел демократии в своем учебном заведении, а молодые ребята, наслушавшись, в общем-то, этих революционных лозунгов и вот этих всяких там, скажем, демонстраций, устроили забастовку против Якулева. Как результат, он был исключен, Краснов, подросток. Попытался он продолжить свое образование в Казанской учительской семинарии, поступить уже в Казань, переехать, но не прошел по конкурсу. Поэтому пришлось ему идти в люди, как писал на свое время Максим Горький. Начал свою трудовую деятельность, очень значительную, такой работал он и матросом на барже, и кузнецом, и помощником, значит, портного учеником, портного и плотником. Он, в общем, массу профессий перепробовал. В 312 году его призвали в действующую армию, и он принял участие в Первой мировой войне. В Первой мировой войне был артиллеристом, был на фронте, то есть в реальных боевых действиях участвовал. В 16-м году он получил ранения, заболевания на фронте, и вернулся в тыловые части. Приехал он в Казань, и здесь, значит, стал служить в артиллерийской тыловой бригаде. Как раз после февральской революции начался подъем революционного движения, национального движения, и Краснов оказался в русле этих событий, на волне этого революционного движения. В апреле 17-го года был создан Казанский Чувашский военный комитет. Надо сказать, что после февраля очень активным фактором Чувашского национального движения стали солдатские организации. Наряду с гражданскими форумами, мы знаем, что в начале весной и летом 17-го года были проведены общечувашский национальный съезд Первый, там было сформировано Чувашское национальное общество, оно, как бы считалось, ведущей организацией в Чувашском национальном движении. Но это была гражданская организация, на первых, паракультурническая организация. Ну, помимо Чувашского национального общества, в Уфе возникло тоже Чувашское национальное общество во главе с комиссаром, в Симбирске во главе с Исланкиным. Вот возник так называемый солдатский фактор в Чувашском национальном движении. В Конштате возникло Чувашское землячество, в Бугульме, в Казани, в Симбирске, даже в Узбекистане достаточно сильный. Там был Чувашский термерский гарнизон военный, который даже имел свой собственный устав, свои собственные документы. Поэтому роль вот этого солдатского фактора была очень значительной, и Краснов принял участие как военный деятель. Причем, надо сказать, что с самого начала он позиционировал себя не только как деятель Чувашский, но уже летом 1917 года он был избран от, собственно, Янтиковской области делегатом Казанского губернского съезда, Крестьянского съезда Советов. Вошел даже в Казанский губернский исполком Советов. Затем он, значит, вошел в Казанский губернский совет солдатских рабочих депутатов. Надо сказать, что до, скажем так, лет 1918 года существовали отдельно советы солдатских, рабочих депутатов и крестьянских депутатов. В тот момент Александру Краснову было уже 27. Возраст достаточно зрелый, если учесть, что многим революционерам не исполнилось и 20. Возглавив Казанский Чувашский военный комитет в августе 1917 года, он принял активнейшее участие в Октябрьском перевороте, мобилизовал чувашских военнослужащих на борьбу с местной контрреволюцией. Весной 1918 года Краснов был в числе создателей комиссариата по чувашским делам и стал первым его руководителем. Роль этой структуры в национальном движении была очень велика. Фактически это было экс-территориальное чувашское правительство. Документы этого комиссариата показывают, как с самого начала комиссариат старался реализовать программу национального возрождения развития чувашского народа, прежде всего в плоскости развития чувашского языка. Комиссариат направлял различные бумаги, циркуляры в губернские учреждения, чтобы представители чувашского народа выдвигали в эти организации. Он добился того, чтобы чувашский и татарский язык были признаны государственными в Казанской губернии наравне с русским языком. Кроме того, Краснов принял участие в создании чувашского левого социалистического комитета, хотя председателем был Петров, Дмитрий Петров, Юман, но заместителем был Краснов. Это был блок левых партийных сил с участием левых СР, чувашских националистов, беспартийных и большевиков. Но очень важная роль Краснова принадлежала в создании чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национальности, которому предстояло стать центральным советским чувашским учреждением. Именно Краснов в апреле 1917 года выезжал решать этот вопрос в Москву. В Москву добился согласия на создание этого чувашского отдела у Сталина. Там, вероятно, встреча со Сталином была, хотя каких-то бумаг на этот счет не сохранилось. Первоначально, кстати говоря, чувашский отдел партийного комната должны были возглавить Ковалевский, банковский служащий, учитель Павлов. Но они отказались. Один сослался на болезнь, другой на занятость. Политические силы того времени, как, впрочем, и нынешние, редко придерживались одинаковых взглядов. Краснов примкнул к большевикам лишь осенью 1918 года. До этого времени он был эсером и исповедовал совершенно другие идеи, которые со временем принесли ему большие неприятности. С лета 1918 года советское правительство из-за дефицита хлеба вынуждено было вести, установить продовольственную диктатуру, фактически изымать насильственно и бесплатно хлеб у крестьян. Левые эсеры, как выразители, носители крестьянской идеологии, конечно, категорически это не могли принять. В конечном итоге этот конфликт привел к вооруженному восстанию левых эсеров против большевиков в 1918 году. Но мы об этом хорошо знаем. Чувашские левые эсеры поддержали как раз антисоветскую позицию. 21 июля состоялось совещание Чувашского левого социалистического комитета, Казанского комиссариата по Чувашским делам, и они осудили политику большевиков, в том числе и Краснов. Выразили протест по этому поводу. Поэтому можно сказать, что Краснов перешел на позиции противников. Хотя, в отличие от правых эсеров, в лице, скажем, Алюнова, Семена Николаева, Титова, Ивана Васильева, которые, мы знаем, перешли в лагерь открытой вооруженной борьбы против советской власти, комитет учредительного собрания летом 1918 года, Краснов это не сделал. Краснов это не сделал. Он сумел уехать из Казани, когда Казань была захвачена белочехами и народной армией, скрываться. Но в то же время он занял такую, скажем, промежуточную позицию, не стал на открытые антисоветские позиции, но и не поддержал большевиков. Лишь только после того, когда Казань и Поволжье были освобождены, один из антисоветских сил, написал письмо Краснов, которое было опубликовано в газете «Знамя революции», где он написал о том, что он порывает с левыми эсерами, что он полностью переходит на советские позиции, признал ошибочно своих политических взглядов. А уже в сентябре 1918 года он вступил в Чувашский коммунистический комитет. В начале 1930 года Краснов решил заняться публицистической деятельностью. В частности, он подготовил две рукописи, касающиеся истории чувашково-национального движения. И это было связано, я думаю, не только с тем, что он хотел заявить о себе на арене общественной жизни, но это было связано и с тем, что в 1920-е годы вышли книги Петрова, Тюмерова, касающиеся истории чувашково-национального движения, Коричева, в которых вообще ничего не было написано о Краснове. То есть его роль затушевывалась. А он сам активный участник этих процессов. В 1931 году состоялось публичное обсуждение этой книги. Она подверглась критике за то, что он возвеличивал роль левых эсер, но, в принципе, Краснов давал объективную картину. Мы же по документам, по реальным событиям знаем, что реальную роль в условиях чуваши играли левые эсер. Поэтому его даже местные партийцы исключили из партии, но в Москве не утвердили это исключение из партии. Но, тем не менее, он вынужден был уехать из Чуваши. Он устроился в больницу в городе Ладейное поле. Есть такое в Ленинградской области. В Ленинградской области. Вот там он устроился врачом. В 1938 году его арестовали по обвинению, что он участвовал в националистической фашистской организации. Смертельная статья его миновала. Его приговорили к 8 годам. В 1951 году Краснов был арестован. И буквально ему, конечно, не повезло. Двух лет не хватило до смерти Сталина. Если бы он дожил до марта 1953 года, наверное, бы он освободился. Но в 1952 году он в заключении скончался, как было написано, по болезни печени. Но вернемся к тому моменту, когда при Народном комиссариате по делам национальности РСФСР был создан Чувашский отдел. В 1918 году его возглавил Даниил Эльмень, а заместителем стал Сергей Коричев. Человек, который верой и правдой служил идеей революции, был искренним ее адептом. Эльмень более прямолинейный. То есть Эльмень, если выбрал какую-то позицию, он на ней стоит. Коричев – человек, который способен некоторое время порассуждать и потом выразить свое мнение. Он человек, который в каком-то плане, вот если брать Даниила Эльмень и Коричева с точки зрения Чувашского отдела наркомнация, это Даниил Эльмень – это как бы фасад, который принимает на себя все, руководит, там чего-то решает, какие-то вопросы, потому что в основном все документы за подписью Эльмень идут. Коричев – это как бы лицо второго плана. Он выступает как заместитель Эльмень, но он тяговая лошадка, которая вот эти все вопросы, видимо, разруливает, решает, сглаживает какие-то противоречия, согласовывает, и потом только вот это выходит на поверхность. То есть это два человека, которые с одной стороны прямолинейный и прямой такой человек, и другой, который немножко такой спокойный, остающийся в тени, не выпячиваясь самого себя, но вдвоем они друг друга дополняют, и в принципе Чувашский отдел наркомнации работал замечательно в этом плане. Если учитывать, что их там было всего пять человек, и они решали судьбу достаточно просто и оперативно. Судьба Коричева похожа на судьбу многих молодых людей того времени. Толком не доучившись вот в свое детство, он попал в армию. После вот этих вот перипетий то поваренок, то там прислуга, то еще кто-то, он попадает в армию в 12-м году. Это официальный призыв, когда уже ему приходится идти на действующую службу, но на службе он, наверное, в принципе по-своему раскрывается, потому что через какое-то время он становится унтер-офицером. Это уже означает, что все-таки какие-то интеллектуальные задатки у человека точно есть. Из рядовых выбиваться дальше наверх, особенно парнишки из Чувашской глухой глубинки, это достаточно проблематично. Хотя унтер-офицер это не такое высокое звание, но это первая офицерская ступенька. Потом, получается, в этом звании он встречает Первую мировую войну. Он причем служит в том полку, который наказывается чуть ли не под границей и принимает на себя вот эти первые удары. Это человек, который прошел хорошую военную школу. Это, с одной стороны, большой плюс, потому что он научился и выполнять команды, и в то же время, будучи в определенной степени офицером, их отдавать. Поэтому он такое звено, которое и руководящее, и исполняющее в одном лице. Причем он, в отличие от многих, которые потом уже к вопросу об образовании не возвращались вообще, а полностью окунулись в революционную борьбу, и там стали партийцами с большим стажем, и в основном вот за счет этого делали свою карьеру. Коричев, будучи раненым, вернулся в Казань и здесь сдал курс гимназического обучения за пять классов. То есть у него вот этого отпуска по болезни хватило, чтобы подготовиться, сдать и получить аттестат какой-то. В августе 2017 года он уже человек, который в определенной степени имеет революционные какие-то идеи, и при этом он далеко не последний человек, потому что в период Временного правительства он становится представителем сначала Ротного совета, а потом и Полкового совета солдатских депутатов. Это карьерный рост, в принципе, за небольшой период достаточно хороший. Просто этот рост прервался в том плане, что было очередное ранение, и его вот в связи с тем, что это уже третье, по-моему, по счету ранение было, его просто комиссовали. И он возвращается в октябре 2017 года к себе на родину. Здесь он тоже не последний человек, потому что Карамышевские вот свои земляки из Мажар, из Мажар, деревни Мажары, выбрали его в Карамышевский волосной совет. А Карамышевский волосной совет, в свою очередь, делегировал его в Казанский губернский совет. С этого момента Коричев – одно из главных действующих лиц Чувашского государственного строительства. При этом он не рвался вперед, талантливо и профессионально отыгрывая роль второго плана. Коричев – один из тех, кто активно эту идею лоббировал, организовав первый в Сечувашский съезд коммунистов, где тоже это решение принято, проводя многочисленные переговоры в Москве. Но вот получилось так, что Коричев не входит в пятерку тех, кто образовал революционный комитет. Эльмень в него вошел. Туда вошел и Лукин, и Алексеев, и Эльмень тот же самый, да, непосредственный начальник Коричева. Коричева там нет. Теоретически, можно обидеться. Почему, если я столько сделал всего для этого, фактически вот движущая сила, я в наркомнации общался, с Лениным общаемся, с Сталином общаемся, с Ирнукидзе общаемся, то есть везде пробиваем, но я остаюсь как бы неудел. Я не вхожу в вот эту пятерку, которая руководит. Я остаюсь как бы фигурой второго плана. Но опять здесь можно вспомнить то, что вот в первый раз сказал, Коричев как бы немножко теневая фигура, который может вот это все организовать и сделать, но предпочтет какое-то время оставаться в тени. Может серый кардинал? Назвать его серым кардинал, наверное, не слишком хорошо, потому что серый кардинал никогда не выходит наружу. Это как Ришелье, да, французский, который всегда принимал какие-то решения, но озвучивали ли их другие люди. Коричев в этом отношении фигура как раз такая, которая вот сначала зампредседателя Совнаркома, а потом уже председатель Совнаркома и Советы Чувашской автономии и потом Чувашская СССР. Если бы он был всегда серым кардиналом, он вряд ли бы согласился, может быть, на такую вот пертурбацию и стал первым лицом. С другой стороны, Коричев ведь еще и человек, на долю которого, когда он уже является председателем Совнаркома, выпал голод 1921-1922 годов. Это с точки зрения проверки личностных, моральных, волевых и прочих качеств человека, это такое испытание, которое, наверное, большинство бы вообще не захотело на себя втянуть. Ведь это голод, когда Чувашии не просто хлеба не хватает, это ситуация, когда вообще есть нечего, когда люди дошли до того, что уже вырывают трупы и едят их, едят дохлых собак, кошек. При этом отнюдь Чуваша, чтобы не показаться вот такой вот, что она прям бедная и какая-то, ведь не сразу сообщила в Москву о том, что у нас действительно голод. А когда уже отправили сообщение в Москву, что у нас голод, Москва подумала, что Чуваша хочет примазаться к той помощи, которую Москва уже выделяет остальным регионам. Как бы на волне вот этой общей помощи получить какой-то кусок себе. Поэтому для того, чтобы убедить Москву, там же пришлось еще несколько раз отправлять делегацию. Для того, чтобы убедить Москву, сюда приезжал фотограф, который фотографировал вот это все и создавал альбом. Поэтому вот с точки зрения вот этой организационной вещи, Корчев это человек, который все-таки это сумел сделать. Он сумел не просто добиться помощи, но в принципе, его не его заслуга, это уже другой вопрос, но при его участии Чуваша оказалась прикреплена не к какому-то там региону, а именно к самой Москве. И ведь правительственные учреждения финансировали в том числе мероприятия по организации помощи голодающим Чувашии. И Подмосковье принимало детей из Чувашии в своих санаториях и детских домах. Те же самые горки, которые все помнят по тому, как там проживал Ленин. Это ведь в свое время центр, куда принимали чувашских детей несколько десятков. И они там спокойно пережили вот эти голодные годы. При этом Корчев с точки зрения реализации этих мероприятий, еще и тот человек, которому приходилось принимать жесткие властные решения. Он человек, который, в принципе, проработал в Чувашии с точки зрения хронологии, наверное, достаточно много и мало, потому что он в 1926 году уже уезжает в Туркмению и работает уже в Туркменистане, в Туркменской СССР. Потом он оказывается в Москве, уже будучи сотрудником одного из наркоматов, возглавляет там одно из управлений. То есть все-таки это карьерный рост, который постепенно его ведет наверх. Если бы страна не нуждалась вот в таких все-таки мозгах и в таком человеке, значит, у него есть какие-то задатки. Государственного управленца, раз он делает такую карьеру, он везде востребован. Не будучи востребованным, он бы, так как и многие, вынужден был где-то там подрабатывать на простых этих или проситься, что вот дайте мне любую работу, я буду согласен. Нет, он востребован, он работает и там, и там, и там, и там. Он ведь потом в 30-е годы возвращается в Чувашию на должность наркома и работает наркомом. Он человек, который прошел через Великую Отечественную войну. Причем практически от звонка до звонка, считайте, да, ведь прошло это все. Ну и самый хороший показатель, наверное, действительно, с точки зрения вот этой вот первой волны чувашских революционеров, когда практически никто не умер своей смертью, Коричев это тот человек, который скончался сам. Он умер как человек, окруженный определенным почетом, заботой и прочими вещами. Поэтому с точки зрения вот таких вот примеров, наверное, ситуация с Сергеем Коричевым, это тот пример, когда можно взять много хорошего и поучительного для самих себя. Вот такие разные судьбы двух людей, служивших одной идее. Оба оставили значимый след в нашей истории и уже поэтому заслуживают глубокого уважения. Субтитры создавал DimaTorzok